Здравствуйте, друзья мои! Ну что ж, поскольку мы в храме находимся, то мы будем, наверное, говорить о литургии. Поговорим с вами о литургии. О некоторых вещах с ней связанных. Литургия – это царица нашей жизни. Ее можно уподобить в хорошем смысле в субботе, в ее праздновании, вот воскресную литургию особенно имею в виду, воскресенье. Это Пасха Господня, 52 раза в год празднуемая. Пасха празднуется не раз в год, а 52 раза в год по количеству недельных воскресных дней в году. И от понимания литургии, от отношения к ней зависит вообще очень много в нашей окружающей жизни. Но прежде чем мы сейчас начнем кое-что говорить о литургии в храме, я хочу сначала сказать то, что приходится говорить часто. В наших храмах больше женщин, чем мужчин. Нужно воспринять эту ситуацию как болезненную. Не в том смысле, что нужно искусственными мерами каким-то образом выравнивать популяцию. Я знаю, что один из престолов здесь освящен в честь жен Мироносец в благодарность женщинам за их труд, самоотверженный труд, по восстановлению, созиданию и украшению храма. И это так и есть. Женщина обладает большим зарядом верности. Если он используется ею правильно, то она бывает смелее, несокрушимее, чем мужчина, что мы видим на примере жен Мироносеца. Но, тем не менее, повседневная церковная жизнь в своей правильной полноте требует как можно больше участия в церковной жизни мужчин. Это нужно поставить перед собой как задачу. То есть нужно сначала сформулировать проблему, потом задать вопрос, почему так случилось, потом не получить на него ответа, и начать молиться, чтобы она исправилась каким-то образом от Бога. Вы живете в том регионе, который примыкает к компактному проживанию мусульманского населения нашей страны. Посмотрите, как мечети забиты мужчинами. Молящиеся мужчины заполняют мечети в основном. Женщины тоже есть, но мы их не видим. Они молятся где-то там отдельно наверху, мы их не видим. В Москве на мусульманские праздники перекрывается движение, и сотни тысяч мужчин выходят на улицы, потому что не помещаются в мечети соборную, заполняют собой все, и молятся. Все вместе, в одном дыхании, в одном ритме, кладут поклоны, какие-то тексты слушают, какие-то тексты читают. В это время постоянно возникает вопрос, где наши мужчины. Почему наши мужчины не молятся вместе с нами в наших храмах? Любой женщине хочется иметь верующего мужа, верующего сына, верующего брата, верующего отца. Есть большая надежда, что в случае благодатной прививки к сердцу юноши, наши сыновья избегут многих опасностей, которые окружают молодого человека сегодня. Есть серьезная уверенность в том, что в случае благодатной прививки мужья будут более нежны к женам и не суровы к ним, и верны им, и трудолюбивы, и избавлены от пьянства, и прочих безобразий, которые косят взрослых мужиков. И так далее, и так далее. Вот почему так случилось? У этого есть много разных причин, но мы не будем их разбираться. Мы просто должны сформулировать для себя такую задачу. Я очень хочу, если вот, допустим, сердце мое скажет, я очень хочу, чтобы с каждым годом мужчин было в храмах все больше, больше и больше. Вообще в храмах должны быть все. Представьте себе, если, например, в каком-то храме будут только одни богатые, здесь закономерный вопрос, как бы, а куда вы бедных делите? Здесь что, не для них служба служится? Они что, не такие же люди? А, допустим, какой-нибудь храм, например, в котором только одни бедные, не одного богатого. Тоже возникает вопрос, а где те, которые живут чуть-чуть лучше, чем все остальные? Почему у вас для них слов не нашлось? Почему их здесь нет? Или представим себе храм, в котором только молодежь, а стариков нет? Говорит, стоп, это как такое получается? Куда вы стариков прогнали? Вы что их обижаете? Надо, чтобы они здесь были. Или представим храм, где только старики, а молодежи нет? Тоже уродство. А где молодые люди? Им что, молиться не нужно? Им нужен свет в уме, им нужна чистая кровь в сердце, им нужно знать, как жить. То есть в храме должны быть все. Мужчины, женщины, богатые, бедные, образованные, необразованные, бездетные, многодетные, всякие, всякие, всякие. И всех должно быть в равных, правильных пропорциях. Поэтому, поскольку это, я считаю, одна из проблем нашей церковной жизни, в случае ее решения, наша жизнь церковная будет гораздо, так сказать, качественнее, вкуснее, красивее, то попробуйте эту проблему произнести внутри себя, как личную боль. Как бы сказать, где наши мужики? Не только мужики, юноши, парни, мальчики, дедушки. Где они? И вот пусть у вас сердце заболит об этом, и это будет уже серьезным шагом к тому, чтобы ситуация решалась. Потому что, если сердце человеческое болит о какой-то духовной проблеме, то в точку боли приходит Господь и творит свои дела. Так говорил Паисий Святогорец. Он говорил буквально так. Если твое сердце болит о ком-то или о чем-то, то вот эту точку болящего сердца, именно приходит Господь, чтобы решить ситуацию. Сам ты не можешь ее решить, но если сердце болит, Бог приходит к болячему сердцу. Ну а вообще все проблемы, которые можно так или иначе, если не решить, то, по крайней мере, подвинуть, у нас есть для этого литургия божественная. Вы знаете, что долгое время литургия служилась всегда и будет служиться всегда, до тех пор, пока Господь не придет. Так написано в послании к Коринфянам, что служба Божия будет совершаться, донде же он приидет. То есть, доколе Господь не придет, литургия будет совершаться. Не было ни одного дня в истории церкви, когда бы литургия не совершалась. Даже больше того, будущая небесная жизнь тоже описывается как литургия. То есть то, что Иоанн Богослов описывает в апокалипсисе как будущую жизнь, он описывает ее как литургию. Например, там престол. Вокруг престола старцы. В определенное время старцы снимают себе золотые венцы, как, например, священники Митри снимают, чтобы престол поцеловать или там, допустим, что сделать. И полагают венцы перед собой и совершают земные поклоны. Потом там по небу летит ангел, держа в руках Евангелие, как будто вход совершает. Потом там, значит, небесные силы поют Богу аллилуйя. Громким голосом говорят. Потом поют ему песню «Достойно есть». Говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печати. То есть буквально литургические тексты. Потом другие ангелы подходят к горящему жертвеннику и бросают на него горсти фимиама, который является молитвами святых, и храм наполняется дымом благовония из-за молитв святых. То есть что такое? Это литургия, по сути, это богослужение. Евангелие, фимиам, поклоны земные, аллилуйя, достойно есть. Что это такое? Это богослужение. То есть будущая жизнь как бы описывается в чертах, в категориях богослужения. Можно думать, что если человеку скучно на богослужении сегодня, или он не понимает его, или не знает, зачем оно совершается, томится им, например, или вообще как-то холодно к нему относится, то, очевидно, попадая в райскую реальность, ему тоже будет как бы там не по себе. То есть его может идти в рай, то может и пустят, только он сам туда убежит, потому что он совершенно чужд райской действительности. Привыкнуть к службе, полюбить службу, узнать службу и через службу влиять на мир. Служба — это рычаг, который может серьезным образом повлиять на мир. Это одна из таких внутренних литургических задач любой христианской общины. Вот, например, что можно сказать, например, вот что. Каждый раз на богослужении читается священное писание. И каждый раз Господь что-то говорит человеку. Обязательно говорит что-то ему. И нужно понять, что же он говорит. Причем это независимо от проповеди. Проповедь произносится или не произносится. Проповедь успешная или у батюшки парашют не раскрылся. Ну, не получилось слово, например. Не всегда же получается слово сказать. Так или иначе, все равно Господь что-то говорит человеку на службе. У нас на службах с Богом диалог. Он нам говорит через Писание, мы ему говорим через молитву. И если мы говорим, слушаем, слушаем, говорим, нам всегда есть, что Богу сказать. А ему тоже есть, что нам сказать. И вот мы должны слушать друг друга. Он нас слушает, мы должны его слушать. Происходит диалогическое общение. Каждый раз из Пященного Писания на литургии читается что-то из апостола, что-то из Евангелия. Вот, например, апостол, незаслуженно обиженная книга. Ее почти никто не слышит и не знает. Тоже, кстати, очень такая серьезная вещь. Если Евангелие более-менее, евангельская история известна, хождение по водам, исцеление прокаженного, изгнание бесов, значит, там, гадаринские бесноваты, там, что-то, 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 значит, праздники, 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 они насыщают нас чтением одних и тех же текстов. Чудесный лов рыбы и так далее. То апостол – это терра инкогнито. Что там читается? Зачем читается? Для чего читается? Что это означает? Это тоже такой кусок огромной святой земли, которой мы не овладели. Если брать образы овладения землею, евреи приходят в землю обетован и должны овладеть землей. Вот этот кусок земли остался бы невозделанным. Я слышал, что в некоторых семьях дворянских мамы спрашивали детей, приходивших из церкви в воскресенье. Уже они, допустим, почитали отче наш, помыли руки и садятся за стол кушать. Допустим, он говорит, Оля, что сегодня читали из апостола? Говорит, я не помню. Оля в сторону, обед не для тебя. Петя, что сегодня читали из Евангелия? Я не помню. Петя в сторону. Вася, что батюшка на проповеди говорил? Тык-пык, я не помню. Короче, дети по сторонам, как бы мама кушает одна. Если мы выходили бы из храма, например, мы выходим из храма, и нас стоит кто-нибудь при выходе, говорит, а что сегодня из апостола читали? Да ладно, что читали, из какой книжки? Из Коринфян или из Галатов? Или из Фессалоникийцев? Хоть из какой книжки? Он же там говорит, дьякон, Галатам, послание святого апостола Павла, чтение, или Коринфянам, или Кремлянам. Хоть из какой книжки? То по этому критерию, прошерстив человека, значит, ты получишь странную статистику, оказывается, в храме почти никого не было. Говорит, а вы где? Говорит, я не помню. А где вы были? В храме. А как вы не помните? А почему? Ну, не помню, потому что как-то я считаю, что неважно. Многие люди считают, что неважно. Мало ли, он там вышел, что читает, ну, прочитал, а что он читал? Какая разница? Тоже, ну, дырка такая, дырка в сознании. Нужно зашить ее. То есть нужно обязательно, некоторые благочестивые люди берут календари, смотрят, что там будет читаться сегодня? А вот это, это, это. А вдруг дьякон, например, читает так, что ничего не разберешь? Бывает такое? Бывает. Или чтец там, что жует, жует, ничего не понятно, что он там читает. Бывает такое? Бывает. Так я сам перед службой подготовлюсь. Ага, сегодня, значит, такое-то из апостола, такое-то из Евангелия, я перед службой прочитаю, чтобы я понимал, что там будет читаться. Некоторые готовятся к службе, а потом еще на службе услышат, а потом еще подумают, потом еще проповедь им расскажут, а потом они по дороге домой еще будут думать об этом. И уже, глядишь, Слово Божие пережевывается, потихонечку входит в сердце человеческое и живет там. Для того, чтобы заповеди исполнять, необходимо, чтобы Слово Божие жило в человеке. Не в голове плавало, а в сердце жило. Покуда память Божия, так сказать, плавает в голове, человек то делает заповеди Божьи, то забывает, то делает, то забывает. Он хромает, как вот я хромаю, вот так хромает человек, который то вспомнил, то забыл. А когда оно в сердце живет, тогда все, тогда уже никуда не денешься. Ты будешь делать, потому что оно само тебя заставит. Вот апостол. Каждый раз читается, что это такое, что очень важное, а тем более Евангелие. В Евангелии, значит, вообще Господь разговаривает напрямую, что такое твердое, такое властное говорит человеку. В книге Судей, вернее, в первой книге Царств, описывается призвание на пророческие дослужения святого Самуила. Помните, Анна пророчица, она была неплодная, много слез выплакала, чтобы иметь ребенка. И потом Бог ей дал этого Самуила, и она его в три года отдала при храме, при скинье воспитываться, и приходила к нему, приносила ему одежду, раз там, значит, какое-то вырученное время в год. А он там жил. Господь Бог избирает Самуила на служение. Однажды ночью Самуил слышит свое имя. Говорит, Самуил, Самуил. Он бежит к священнику, к Илью. Говорит, ты меня звал, отец? Он говорит, нет, тебя не звал, иди спать. Он опять ложится, опять слышит, Самуил, Самуил. Он опять бежит к нему, ты меня звал? Он говорит, нет, не звал, иди спать. Впрочем, говорит, что такое, кто тебя зовет? Он говорит, не знаю, услышу свое имя. Он говорит, это Господь. В следующий раз, когда ты услышишь свое имя, скажи, говори Господи, слушает раб твой. Самуил пошел на место, и действительно опять Господь говорит, «Самуил, Самуил!» Он говорит, «Говори, Господи, слушай и трап твой». И Господь начал разговаривать с ним, и начинается призвание Самуила на служение. К чему я это говорю? К тому, что когда дьякон выходит с Евангелием на Наамон, говорит, «Премудрость просит, услышим, что я говорю, Евангелие, это башка, мир всем, а вы говорите, и духове твоему». Вы же говорите, и духове твоему. Не только шкор поет, да? Вы же тоже в сердце говорите, и духове твоему. Или, допустим, там, от Матфея, Святого Евангелия Чтения, а вы говорите, «Слава тебе, Господи, слава тебе». А дьякон говорит, «Вон мим». И начинает читать, а вы в это время говорите, «Говори, Господи, слушай и трап твой». Сейчас ты мне что-нибудь скажешь, Господи. Только через язык дьякона, через язык и уста, значит, служителя твоего или священника, сейчас ты мне что-нибудь скажешь. И вы так себе напряглись, так в струночку стали, говорит, «Говори, Господи, слушай и трапа твоя». Сейчас я буду слушать тебя, понимаете? И тогда чтение евангельское превращается в лично обращенное к вам слово. Евангелие имеет очень сильное влияние на человека. Слово Божие и евангельская проповедь – это сила Божия ко спасению всякому верующему. Сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Оно иногда меняет жизнь человеческую совершенно, даже не готова к этому человеку. Например, когда-то у Никифорова Волгина я читал рассказ про комсомольскую Пасху. Может быть, кто-то из совсем пожилых людей может быть, еще помнит такие вещи, какие творились на нашей земле. В 20-е годы, во время разгула атеистической кампании, там было вскрытие мощей, там было обдирание церквей якобы на помощь голодающим, кампания против патриарха Тихона. И были комсомольские Пасхи. То есть народ выходит в церкви с хорубами и крестами и поет «Воскресение Твоей Христе Спаси!» А за забором, в противоположную сторону, ходят комсомольцы с барабанами и поют свои частушки, например. Примерно такого содержания. «Дород, долой, долой религию, долой, долой попов! Мы на небо залезем и разгоним всех богов!» Я разговаривал со стариками, которые участвовали в этом по малолетству, потому что их заставляли. Но они маленькие, им сказали, не делали. Потом они уже на старости лет, уже при седых волосах, каялись в этом, потому что они понимали, в чем они участвовали. И вот такие были комсомольские Пасхи. И вот описывается у Никифорова Волгина церковь, в ней Пасха, а напротив церкви клуб. И там всю ночь шумят и совершают комсомольскую Пасху. То есть там гуляют, смеются, хохочут и насмехаются над религией. И коренной номер вот этого всего, значит, безбожного этого ночного празднества был приезд некого столичного комика, который должен был приехать и там сценку разыгрывать. Якобы он богослужение совершает. Он в диаконской, пик-пик такой, писк этого номера, в диаконской одежде, в стихаре, с оралем, он должен был выйти на Амвон, типа там, ну, импровизированный Амвон, раскрыть Евангелие, сказать, там, вон, мем, и читать какие-то глупости и гадости, якобы из Евангелия. Ну и народ должен был под это все смеяться, якобы эти дурости написаны в Евангелии, с настоящим Евангелием служебным. И вот, значит, дождались этого комика, и уже нахохотались от души, и он вышел, и все уже хохочут опять, и он это Евангелие положил, и раскрыл, поправил волосы, как протодиакон, орарь положил, раскрыл, сказал, вон, мем, все затихли, и он читает, а раскрыл на Нагорной проповеди. Говорит, блажены нищие духом, як у техи царства небесное. Ну, пока шуток нет, пока он просто читает. Блажены плачущие, як ути утешатся. Ну, все думают, ну, ясно, ты давай, это мы слышали все в церкви, ты давай, шути. А он, значит, помолчал, говорит, блажены кротцы, як ути наследят землю. Потом блажены алчущие, жаждущие правды, як ути насытятся. Блажены милости, як ути помилованы будут. Блажены чистые сердцем, як ути и Бога узы. И пошел читать Евангелие. Потом потекли слезы у него, и он читает, а все говорит, эй, ты что тут, мы тут давай, шути давай. И, короче, засвистали, занавес опустили и унесли его, комсомольцы, на руках. Понимаете, пришел хулить, пришел прославил. Потому что Евангелие, оно такое, оно, есть сила Божия во спасение всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину, а кроме этого, оно действует могущественно там, где мрак огустел, там, где сгущается мрак, там особенно ярко вспыхивает молния Евангелия, когда Бог того захочет. И это все происходит на наших службах тоже, потому что все святые люди, которых мы читаем, они уходили, например, в монастыри, вдруг внезапно после службы. Стоял себе человек на службе, стоял, и тысячи раз он уже слышал эти слова, например, там, и же хочет по мне идти, да, отвержится себе, возьмет крест свой и по мне грядет. Уже сто раз слышал, Антоний преподобный великий слышал это много раз, и другие, и другие, и другие, и на Руси много там, значит, и вдруг оно ему как будто пронзило сердце насквозь, он как будто впервые это услышал. И он тут же после службы бочком, 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 домой не заходя и куда-то в пустыню. Все, услышал Евангелие. Он раньше его слушал, а теперь услышал. Святой Лука Симферопольский и Крымский описывает свое состояние однажды, когда он долгое время не служил епископом, а только занимался хирургией, но посещал богослужения регулярно и стоял среди молящихся, так вот, где-то в храме. А он знал несколько иностранных языков, хорошо знал немецкий, знал латынь, потому что был доктор, читал на некоторых других языках, конечно, хорошо знал евангельский текст, был очень хороший проповедник, то есть, евангельским текстом его не удивишь. Вот однажды, говорит, он стоял на службе, воскресное, всеночное, в субботу вечером, и священник, какой-то обычный, священник читает Симоний Ионин, любишь или мя, пачи сих, говорит, ей, Господи, люблю тебя, речей им и паки второе, Симоний Ионин, любишь или мя, говорит, ей, Господи, ты весь яку люблю тебя, и там третье, ну, вы помните, это три раза спрашиваю, и в это время Лука пишет, говорит, со мной начало твориться нечто неописуемое, то есть, я стал дрожать, как осиновый лист, я почувствовал, что это ко мне лично обращаются эти слова, что это я отрекся от Иисуса Христа, что это я, сейчас Христос живо здесь стоит, с ним разговаривает, ну, вот, и это было одним из таких поповоротных моментов в его жизни, и он тем более удивляется этому, что он говорит, я знаю эти слова, они не новые для меня, это не что такое новое услышал, это то вечно новое, которое кажется старым, так вот, на каждой службе Господь что-то говорит человеку, причем, заметьте, вот это вот, Самуил, Самуил, тоже интересная штука, почти два раза, или когда Господь Аврааму говорит везти на жертвенник, приносив жертву своего сына, то говорит, Авраам, Авраам, говорит, вот я, говорит, возьми отрока твоего, возлюбленного твоего, единственного твоего, и иди в гору, которую я тебе покажу, два раза, Говорит, Авраам, Авраам. Даже и в Евангелии. Марфа, Марфа, печешися и молвиши о мнозе. Почу два раза. Есть такое мнение, что у человека есть два человека. У апостола Павла это мнение есть. Что есть два человека. Внешний человек и внутренний человек. Внутренний – это сокровенный сердце человек, которого никто не видит, только Бог видит. Даже мы сами не знаем своего внутреннего человека. А внешний человек – это то, что видно в паспорте или на фотографии, или сегодня, что мы видим. Мы на самом деле видим какую-то, что-то видим, как бы мы друг друга, а что мы там видим? Да ничего на самом деле. Некую маску. Мы видим внешнего человека. А у нас есть внутренний, он драгоценнее. В нетленной красоте, в безмолвной красоте внутреннего человека, что драгоценно пред Богом. Как говорит Петр про благочестивых женщин. Так вот Господь обращается к обоим людям. И к внешнему, и внутреннему. Как говорит, имеющий уши слышит, да слышит. То есть и уши есть, и сердце должно слышать. И там, и там. Понимаете? То есть человек весь охватывается Евангелием. Человек весь охватывается Евангелием. А то, что, кстати говоря, то, что у нас есть два человека внутри одного человека, как матрешка. Это, кстати, очень интересно. Вот есть такой писатель Рэй Брэдбери. Его однажды осенило, что старики, старики – это дети, которые заключены в старые тела. Кстати, потрясающая вещь. Я боюсь немножко сбиться в сторону, но я вам все-таки скажу. Есть такой роман «Вино из дуванчиков». И там есть такая сцена удивительно потрясающая, когда маленькие дети, старушка, похоронившая мужа, не имеющий детей, в большой скорби о потере своего мужа, переехала в другой город, потому что в том городе, где она жила, напоминает и все кругом о ее муже. И она страдает. Она уехала в другой городок. И она решает купить мороженое деткам. Дети бегают, она им покупает по мороженкам. И они там говорят, тебе какое? А мне с фисташками, а тебе какое там? А мне малиновое. Она им покупает, говорит, я тоже любила с фисташками, когда была такая, как вы. Дети вдруг насупились, посерьезнели. А нам в школе говорили, что врать нехорошо. Она говорит, а кто тут соврал? Никто не соврал. Я такая была, как вы, маленькая, и любила фисташковое мороженое. Говорит, вы никогда не были такая, как мы. Вы не могли быть такая, как мы. Вы врете. Вы всегда были старые, мы всегда были... Понимаете, в детском мире для него все же устоявшиеся. Я всегда маленький, мама всегда красивая, папа всегда сильный, бабушка всегда старенькая. Это надо сильно напрячься, чтобы представить себе, что сегодняшний 70-летний человек, он был маленький. И на самом деле, действительно, любой старик – это ребенок, который почему-то носит на себе старое тело. Потому что в душе-то мы гораздо моложе, чем есть, да? Так вот, Евангелие обращено и к этому старику, который снаружи. И к этому ребенку, который внутри. С таким отношением к Евангелию мы можем получить очень сильную помощь, так сказать, от Слова Божьего. И стимул для того, чтобы им заниматься. Потому что каждый из нас должен потихонечку заниматься изучением Божьего Слова, чтением, запоминанием и размышлением над ним. Запоминание кусочками Слова Божьего, чтение его ради запоминания. И потом размышление о нем – это очень сладкое занятие, которое доступно каждому человеку. Например, какие кусочки Евангелия вы уже знаете? Вы уже кое-что знаете, между прочим. Вот Чинаш, ты же кусочек из Евангелия? Да. А ныне отпущаешь, а рабатая, владыка, по глаголу Твину с миром – это кусочек из Евангелия? Да. А песнь Богородицы, величие душа моя, Господа, и возрадовайся, дух мой, обозьи спаси мы. Это и все там дальше. Это Евангелие? Конечно. И так поискавшим можно заповеди блаженства те же самые. То есть мы уже на сегодняшний день знаем уже изрядное количество таких небольших сладких кусочков из Евангелия. Если мы будем ходить на службу внимательно, количество таких кусочков будет увеличиваться. И тогда мы можем, например, добираясь на службы на троллейбусе, сесть на свое кресло у окна, прислониться головой к окну, и весь троллейбус будет думать, что вы спите. А вы в это время будете поучаться в законе Божьем. Вы будете про себя, что-нибудь там блаженный, нищий, духами, окотехи, царствами, небесные, блаженный, плачущий, окотехи, утеши, блаженный, кроц, окотехи, наследие земли. Будете совершить поучение в законе Господне. Зачем это нужно? Затем, что в первом псалме написано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, на пути грешных не стоит, на седалищах развратителей не сидит. Но в законе Господнем воля его, и в законе его поучится день и ночь. В законе Господнем поучится день и ночь. День и ночь читать книжку невозможно. Значит, для того, чтобы поучаться в законе Господнем день и ночь, необходимо стяжать Евангелие сердцем. То, что говорил Игнатий Бринчанинов. «Стяжи Евангелие сердцем». То есть потихонечку откусывай, пережевывай, усваивай и носи в себе. Даже если книжку потеряешь, оно будет с тобой. И так занимайся постоянно. А награда, знаете, какая будет за это? «И будет, как дерево, посаженное при источниках вод. И лист его не отпадет, и вся елика аща творит, успеет». Болезнь современного человека, он ничего не успевает. Он хватает за тысячи дел, почти ничего не успевает. Говорит, я это не успеваю, я это не успеваю. Если успеваю помолиться, я не успеваю убраться. Если успеваю с детьми проверить уроки, то я не успеваю выспаться. Если я успеваю принять гостей, то я не успеваю, допустим, что-то там еще. Ну я что-то одно успеваю, а это не успеваю. Тайная причина этих неуспеваний, быть может, заключается в том, что мы мало получаемся в законе Господне, потому что Бог обещает человеку, который получается в законе Господне день и ночь, что он будет похож на дерево при потоках, и лист не отпадет, и все, что он будет творить, успеет. Успеет. То есть вот вам рецепт, так сказать, успеть все, успеть всегда, и ничего из того, что нужно, не упустите в своей жизни. Значит, вот надо этим, вот вам, пожалуйста, это литургическое занятие. Это литургическое занятие. Потом еще очень важная, мне кажется, вещь следующая. На службе есть моменты, когда мы молимся за себя или за тех, кто нам дорог. Мы просим дочки, мужа, сыну, работу, усопшим сродником, у покоения, соседу, который сверлит дрелью после 12 здоровья, чтобы, значит, там, кому-то еще, что-то еще, мы просим, значит, чтобы муж не пил, значит, чтобы это самое, чтобы картошку уродил. В общем, что просим постоянно. Просим, просим за себя. Это нормально. А куда, кого еще просить? Больше некого, Бога. Просим. Но наступает момент на службе, когда нельзя больше просить о себе. Наступает момент, когда некий такой рубеж службы, когда, продолжая просить о себе, ты уже согрешаешь и выпадаешь из службы. Этот момент начинается с херувимской песни. Значит, там говорится, «И же херувимы, тайнообразующие, же творящие троицу, тресвятую песнь припевающую, всякое ныне житейское, отложим попечение». Это стоит запомнить. То есть, вот как только херувимскую запели, значит, всякое житейское попечение нужно отложить. С этого момента вы не имеете права думать о себе, думать о земном, думать о чем-то еще. Не имеете права. Просто не имеете права. Всякое. Причем попечение имеет с синонимом еще такое славянское слово «печай». Как в Евангелии от Луки пишется, «печали века сего, лесть богатства, заботы житейские, там подавляют семя». Это семя сеется, а печали века сего. То есть попечение – это заботы. Это заботы. Это не обязательно какие-то греховные вещи. Попечение могут быть безгрешными. Просто башка полна этим всем. Туда пойти, то купить, там занять, там перезанять, там, там, ну что тут, ну куча дел у человека. То есть все не вместишь в голову. И, конечно, с одной стороны мы приходим в церковь для того, чтобы Бог решил наши проблемы. Ну мы для этого тоже в церковь приходим. И в этом нет ничего плохого. Но гораздо лучше, когда мы на определенном этапе духовного взросления перестаем думать о своих проблемах, пытаемся думать только о Боге, и тогда Бог еще легче решает наши проблемы. То есть опыт жизни часто показывает, что проблемы наши решаются не тогда, когда мы просим о них и думаем о них. Они очень часто решаются тогда, когда мы перестаем о них думать и хвалим Бога, а Бог тогда занимается нашими проблемами. То есть я думаю о нем, он думает обо мне и решает мое сам. Так бывает очень часто. Но, по крайней мере, конечно, забыть про себя не получится сразу, и, может быть, не получится никогда. Но трудиться и стараться забывать про себя и всякое житейское отлагать по печенью нужно учиться на херувимской песне. Причем херувимская песня – это особенный момент службы. Она поется долго, пропивается по нескольку раз, особенно долго поется при архиерейском служении. В это время тяжело не развлекаться умом. Если все остальные вещи поются быстро, тропари поются быстро, стихиры поются быстро, только успевай следить. И к тени поются быстро. Господу помолимся, Господи, помилуй, подай, Господи, значит, тебе, Господи. А херувимская, она короткая, а поется длинно. В это время человек может, как бы, о чем я должен думать в это время? В это время лучше всего читать Псалом 50-й. Помилуй мне Божий, повелится милость Твоей. Обычно при нормально поющем хоре, безмерно не затягивающем службу, он успевает прочитываться примерно полтора-два раза. Этот Псалом 50-й и доходит до входа уже, когда выходит на вход священник со служащими. Вот такой очень важный момент. То есть не думай о себе. То есть думай теперь все. Только теперь только о Господе. Потом, когда мы совершаем Евхаристию, когда мы совершаем Евхаристию, священнику очень нужна ваша помощь. Потому что священник, хотя и он облечен благодатью, хотя он является первым и главным соработником Бога, он не является совершителем литургии. То есть совершителем литургии является сам Христос. И благодать Божия совершает службу. А мы служим Богу. В ответ на наше служение он совершает свое. Помните, что священники знают, что когда служба начинается, священник говорит, время сотворите Господеве. То есть пришло время творить Господу. То есть Господь сейчас будет творить свое. И вот, когда священник совершает богослужение, то он, конечно, должен сам понимать, что он здесь не главный. Для вас, конечно, священник главный. А он сам должен понимать, что он не главный, что тут есть главнее, чем он. Опять-таки у митрополита Антония Сурожского есть в воспоминаниях такой очень интересный эпизод, где он пишет про некого священника молодого, чуть ли не только что рукоположенного, который приступил к престолу, служит службой, и наступило время ему просить о Духе Святом, чтобы хлеб был телом, а чаша кровью. И он почувствовал себя неспособным к этому. Он почувствовал свое глубокое недостоинство, что там Мария Египетская, которая рука уперлась в грудь, не пускала ее войти в Иерусалимский храм. То есть он не мог. Он должен был произнести нужные слова, у него залипло все, пересохло, и он чувствует, что, ну, не могу. Вот. И он несколько раз пытался и не может, и он отступил от престола, говорит, я не могу. И потом, говорит, пишется дальше у митрополита Антония, что и почувствовал он в это время, как стал между ним и престолом кто-то, который дал ему силы, и он воздел руки, сказал нужные слова, и совершил нужные эти все движения священнические, которые необходимы, и почувствовал, что все совершилось и произошло. Но только он понял, что сделал это не он, а тот один, который это всегда и делает. Царь царей и великий архиерей, Господь Иисус Христос, который приносит и приносится, и принимает и раздает. То есть он единственный совершитель божественной литургии, а мы все вокруг него, как пчелы вокруг матки, совершаем свои послушания и службы. Пчеловоды говорят, что в улье есть до 30 или более профессий. То есть в улье ведь не только мед носят, там есть настолько тонкие дефиниции, что некоторые пчелы, махая крылышками, поддерживают постоянно одну и ту же температуру. Это очень умные животные, пчелки. Так вот мы, как эти пчелки возле матицы, вокруг Иисуса Христа, совершаем свою службу, а он делает свое дело, как бы, и это чрезвычайно важно. Священник нуждается поэтому в помощи людей, а люди должны отдать свои сердца священнику. И во время Евхаристии мы должны совершать ее вместе. Станем добре, станем со страхом. Кстати говоря, страх, это есть в псалмах такое красивое слово. Да убоится сердце мое, бояйтесь имени твоего. Может быть, кто-то помнит такое красивое. То есть Давид просит, чтобы сердце его, вернее, даусладиться сердце мое, бояйтесь имени твоего. То есть сердцу сладко, когда на Бога боится. То есть страх Божий, он сладкий. Он век века, это ангельское состояние. Страх человеческий, он страшный, он измучивает, он жить не дает. Он липким потом покрывает человека, заставляет его дрожать, заставляет его переживать, заставляет совершать ненужные поступки. А страх Божий, он питает человека. Это ангельское состояние. Ангелы Божии вообще ничего не боятся. Перед Богом они благоговеют. И вот станем добре, станем со страхом, вон мем святое возношение в мире приносите. Это начало Евхаристии. Вы все тоже должны в этом участвовать. Когда-то одна старая женщина, которая прожила много лет в разных ссылках, лагерях и помогала разным священникам и епископам, рассказывала к группе молодых матушек, к группе молодых матушек о том, как нужно что ли с мужем жить, если муж священник. Потому что есть некоторые нюансы. В части воздержания, в части воспитания детей есть некоторые более строгие нюансы, которые все-таки на священника больше смотрят, и поэтому от матушки там больше требуется. В каком-то смысле матушка может быть какую-то часть батюшкиной работы делает, когда к ней приходит женщина за советом. Не со всеми советами женщина придет к мужчине, а к матушке могут прийти, если она мудрая, и там с ней посоветоваться о том, о том, о том. То есть она матушка, конечно, очень много может сделать в жизни священника. И вообще за спиной каждого состоявшегося мужчины должна быть состоявшаяся женщина. И там, где нет крепкого тыла, там им уже конечно не получается. Абсолютно невозможно быть хорошим священником при нехорошей матушке. Это просто невозможно. Значит, так вот, эта старая женщина, ныне уже покойная, звать ее Галина, Царство Небесное, мир ее душе, она говорила, например, своим слушательницам, допустим, твой пошел на службу, батюшка, а ты дома осталась с детьми, то ты хоть раз перекрестись перед Богом или на колени встань или положи поклон и скажи, Господи, услышь его молитвы. Вот муж пошел, видишь с окна спину удаляющегося, твой супруга, пошел на службу, говорит, услышь его, Господи, прими его молитву. То есть очень нужно молиться за священников. Смотрите, сколько мы молимся за патриарха. А зачем? Потому что все от него зависит. И за священников, митрополитов. А почему? Потому что от них все зависит. А они должны всю жизнь молиться за нас. Понимаете? Потому что вот в этой взаимообратной связи молитвы как бы оно как раз что-то и получается. И вот священнику очень нужно на службе ваша молитва. Слова, которые он говорит, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любой Бога и Отца, и при счастье с Того Духа буди со всеми вами». Это точная цитата из апостола Павла. Это, кажется, послание к филиппийцам. Последний стих. То есть это прославление, литургическое прославление Святой Троицы. «А вы говорите Ему, И со Духом Твоим». Он говорит вам, «Горе имеем сердца». То есть сердце вверх. А вы говорите или про себя, или вместе с хором, «Имам и ко Господу», то есть сердца нашего Бога, сердца нашего Господу. Он говорит, «Благодарим Господа», и вы дальше с хором достойно и праведно поклоняетесь отцу и сыну и с тому Духу. То есть литургия требует, вот в этой части особенно, чрезвычайно сознательного участия от всех нас. Аж пока достойно есть, не пропоют, вы здесь самые, что ни на есть, камни живые, устрояющие себя, жилищи Божией Духом. Совершенно разные вещи. Молиться с людьми, которые думают неизвестно о чем, и молиться с людьми, которые как свечечки горят, и каждый знает, о чем думать. Совершенно разные вещи. Это как войско не ученое и войско тренированное. Суворов говорил, что там, допустим, неверующее войско, это все равно, что ржавое железо. А войско дисциплинированное, храброе, это орлы. И вот в церкви, например, так, если люди не ученые, ходят туда-сюда по храму всю службу, свечки лепят, и каждый молится не весть о чем, то это просто умереть можно от тоски. Вот при такой пастве молиться. А если паства воспитается потихонечку, и все будут такие, как солдатики такие, перед Богом стоять, и каждый будет знать, что сейчас поется, что читается, и вот говорит, горе сердца, наши сердца и так там, сердце моего Господа, что тут на земле? Мое сердце, говорит, туда. И мы сердца Господа отдали, и нам всем будет хорошо. Вы знаете, что мы сами будем переживать службу именно так, как ее переживали те люди, благодаря которым и православные. Владимир, когда разбирался, какую веру принимать, а как ему объяснить, он же темный язычник, он же ни одного богословского термина не знает. У него все удовольствие было только вагам головы рубить и побольше, значит, наложниц собирать. У него было до тысячи наложниц, было как у Соломона. Он был женолюб и, 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 и. И как ему доказать, значит, что учение кроткого Иисуса самая лучшая вера на земле? И он посылал в разные земли людей посмотреть, как живут те, как живут те, как молятся эти, как молятся те. И вот на литургии послы князя Владимира, они ощутили небесное пребывание. Сказали, что мы не знаем, где мы были, на небе или на земле. Говорит, так как греки молятся, мы больше нигде не слышали, что так молились. То есть возвышенный характер божественной литургии, ее избыточная благодатность, ощущение того, что Христос с тобой, а где Христос, там небо, совершенно верно, оно дает человеку познание, живое познание Христа Спасителя и восторгает его от земли к небеси. Вот он так скучно на улицу выходить потом после храма даже, как и святой Иоанн Шанхайский. Он, слышали про такого святого? Он такой, чудное солнышко такое в зарубежной русской церкви, но сейчас единый, к счастью. Он служил очень часто, почти каждый день. А потом, когда заканчивал служить, чашу потреблял и над чашей часами стоял. Потреблял чашу. О чем он там думал, когда он чашу потреблял, никому неизвестно. Он еще молился, потому что над чашей, над кровью Христовой, пока потреблял ее. А потом четкий тянул, а потом Евангелие читал, а потом какие-то поклоны бил, часами не выходил из алтаря. А когда уже его дела заставляли выйти и заниматься делами, то он чуть не со слезами выходил. Говорит, как сладко в алтаре находиться и как нехорошо покидать алтарь, как бы как не хочется. Так и у нас будет, если мы будем заниматься своим литургическим воспитанием, когда мы будем готовиться к службе, переживать ее каждый раз как по-новому. Знаете, что значит хорошо помолиться? Конечно, смиренная душа никогда не скажет про себя «я хорошо помолился». Это немножко так не очень правильно. Но молиться нужно стараться всегда, как будто ты еще ни разу не молился. Как в первый раз. И одновременно, как будто в последний, уже и больше не помолишься. Вот сейчас первый и последний раз по-настоящему. То есть то, что было, надо забыть. Вообще то, что было, нужно забывать. Потому что у человека есть свойства в памяти своей создавать такой чуланчик, в который складывать память о своих добрых делах. Думаю, ой, я там, у меня за спиной много доброго сделано. Я же хороший человек. Сколько лет на земле живу и сколько доброго я уже себе сделал. Это же, наверное, за это меня Бог наградит. Если у вас есть такие мысли, быстрее исправляйтесь. Потому что за спиной чуланчика с добрыми делами быть не должно. Все то, что доброе, что вы сделали, нужно забывать. Нужно иметь склероз на добрые дела свои. Нужно иметь абсолютный склероз на свои добрые дела. И хорошую, и память на чужие и добрые дела по отношению к вам. То есть благодарность нужна. А на свое нет. Иначе, значит, каждый раз приходишь на службу, ты вроде еще ни разу не молился. Каждый раз приходишь на службу, действительно, ты вроде как будто первый раз приходишь. Так, собственно, это есть признак настоящей любви, кстати. Как у мужа с женкой тоже. Понимаете? Если любит мужчина, на женщину, а женщина-мужчина, то они вечные молодожены. Хоть им уже по 58, по 63, по 72. Они смотрят друг на друга с любовью, они влюблены, как в первые дни. И за руки берутся, и на людях чмокнутся еще, хоть уже и старенькие. И не стыдно им, потому что, ну, любят люди друг друга, понимаете? Для них все, как в первый раз. Говорят, слушай, я как будто вчера с собой познакомился. У нас уже правнуки выше меня, а я как будто теперь раз вижу. Так же и с молитвой должно быть. Кстати, таких семей мало. Об этом надо отдельно говорить. Про семью нужно говорить отдельно. Но об этом мы еще тоже поговорим, про семью. Потому что количество разводов зашкаливающее, и все остальное очень печальное. Здесь нужно браться за голову, пока не поздно. Итак, божественная литургия. Ну, дальше все уже, что там касается частоты причащения, я не буду вам ничего говорить, потому что это касается духовничества и тех людей, священник, которые вас исповедуют. Но в целом вся служба должна пролетать для вас вот так вот, как, знаете, как скорый поезд. Стою на полустанке, а мимо пролетают поезда. Что, уже все? Все. А давайте еще что-нибудь помолимся. Давайте, знаете, как люди не хотят с церкви выйти. Давайте еще какой-то молебен споем. Давайте споем. Спеем. А можно еще что-нибудь помолиться такое? Ну, давайте еще что-нибудь почитаем. А давайте еще это. По-настоящему нужно так, чтобы с церкви не хотелось выходить, чтобы служба быстро пролетала, чтобы она была тебе такая любимая, что только вроде началось, уже закончилось. Оно же все любимое, так оно быстро съедается. Я вначале хотел сказать, то есть литургия это царица наша, царица литургия, особенно воскресная литургия. Есть такое, царица, евреи называют субботу. Есть такое известное выражение, говорят, зачем евреи хранят субботу? Они говорят, за тем, чтобы суббота хранила евреев. Потому что они, храня некоторые обычаи свои законные, самые твердые, они сохранились, как народ, и не исчезли никуда. Так вот, если перефразировать это, зачем надо любить литургию? Затем, чтобы царица литургия дала нам все остальное, так сказать, чтобы она и сохранила, и вразумила, и очистила, и дала нам все остальное нам. Это школа молитвы. Храм, это если угодно, это что? Вообще, что такое? Это не просто дом молитвы, это еще больница. То есть, на самом деле, мы больные люди. Наши духовные недуги, описанные в многотомных книгах, то есть, у нас очень много, сплетено разных болезней. Некоторые достались нам по наследству, некоторые приобретены в процессе нашей личной жизни. От некоторых мы более-менее избавились, а с некоторыми до смерти тянем эту лямку, и не можем до смерти от чего-то там отказаться, потому что тяжело, вот, и так далее. То есть, мы приходим в храм лечиться, и приходим в храм учиться. Учиться и лечиться. И литургия как раз это лекарство, и это наука. То есть, учеба. Учеба. Молитвенное и священное писание нам нужно. То есть, книга и чаша, это то, что нужно православному христианину. Вот с этими мотивами нужно прохитить в храм. Кстати говоря, так и написано в Писании. В Евангелии от Луки, когда пишется про Нагорную проповедь, говорится, что многое множество людей от Иерусалима и поморья Тирска и Сидонска пришли послушать Его и исцелитесь от недуг своих. Пришли послушать Его и исцелитесь от недуг своих. Вот два мотива, с которыми толпы людей собираются вокруг Иисуса. Послушать и исцелиться. То есть, научиться и выздороветь. И храм Божий для этого есть, чтобы учиться и лечиться. Послушать Его и исцелиться от недуг своих. Поговорить с Ним, сказать Ему про себя. Чтобы Он не забыл тебя. Напомнить Ему о себе. Поговорить о ком-то еще. Вот та болеет, помоги ей. Вот тот с ума сходит, вразуми его. Вот этот плачет, вытри ему слезы. Вот этот умер, упокой его душу. За себя поговорить, за других поговорить. В общем, имея у нас такое вообще могучее средство общения с Богом, мы можем у Него все выпросить. То есть, выпросить можно все. другое дело, что не все может быть полезным, но выпросить можно все. И мы с вами как раз и составляем великую силу, собранные вместе и знающие, о чем просить. В отдельности каждый из нас ничего из себя не представляет сильного и страшного для врага. ну возьми отдельно тебя, меня, его и ее. Ну что, ну человечек, ручки, ножки, получился человечек. Ну что такого особенного? Конечно, у тебя есть глубина тайны твоей личной, у тебя и сердце бездонное, у тебя неповторимый рисунок отпечатков пальцев, неповторимый рисунок роговицы глаза. Вообще, ты уникальный. Что ты уникальный, что он уникальный, что я уникальный. Мы все уникальны, но ничего уникально сильного из себя не представляем поодиночке, а собираясь вместе, представляем из себя церковь, которая уже грозная, как полки со знаменами, которая уже движется вперед, а никто не может ее остановить. Как это было при переходе евреев через Красное море и победоносное шествие по египетской пустыне. Так что, друзья мои, я напомню, что мы напомню вам о том, что мы начали с того, что мужчин в наших храмах мало, по крайней мере, меньше, чем женщин и меньше, чем нам бы хотелось. Есть просто даже корыстный момент, нам надо просто за кого-то дочек замуж выдавать. За кого? А где они? И чтобы нам ничего не бояться, и чтобы у нас все в руках горело, и все спорилось дело, и чтобы все получалось, и чтобы семьи создавались, и чтобы жизнь церковная шла полнокровно, чтобы было кого священники рукополагать, чтобы был верующий офицер в армии, верующий учитель в школе, и верующий чиновник в нужном месте, в нужное время. Нужно, чтобы они были в храмах. И мы должны для себя это нарисовать как задачу. Как задачу. И сердце наше должно болеть об этом, о том, чтобы наши мужчины пришли в церковь. Ну а это и другие задачи, в том числе и укрепление семьи, на которую на бедную все шишки валятся. Семья очень страдает сегодня, и вы это знаете. И многое другое, и мир в государстве, и изобилие плодов земных, и временно мирные. Это все нужно вымаливать. Господь Бог нам все даст, потому что у нас есть божественные тайны тела и крови. Божественные тайны тела и крови. Все пронизано благодатью, нет ни одного лишнего шага. Вот еще вам скажу, знаете, как священник поднимает, когда чашу и дискос, он вот так их поднимает. Да? Видели вы? Ну если царские врата закрыты, то вы не видели. А если открыты, например, то вот он поднимает вот так, правая сверху левая, и в левую руку чашу, а в правую руку дискос. И понимает, твоя, от твоих тебе приносим всех и за всех. Вот так вот крестом. Казалось бы, а что нельзя вот так поднять? А потому что через крест пришло благословение в мир, через крест грехи простились, через крест Господь от дьявола посрамил, через крест приходит всякая святыня к человеку. И именно таким образом перекрестил свои руки патриарх Яков, когда благословлял детей Иосифа в Египте, Ефрема и Монасию. Когда Яков пришел в Египет, а там Иосиф был после фараона вторым по значимости, и Иосиф привел ему своих детей, Ефрема и Монасию, и говорит, вот внуки твои, отец, благослови их. А Яков расплакался, говорит, я и тебя-то давно похоронил, не чаял видеть, а ты мне внуков привел. И подвел ему старшего под правую руку, а младшего под левую, чтобы он положил на них руки и помолился. А Яков взял, положил правую на младшего, вернее, да, да, а левую на старшего. Да, надо правую на младшего, а левую на старшего, да, вот так вот. А Иосиф говорит ему, нет, отец, нет, вот старший, вот младший, и разложил ему руки. А Яков говорит, да, знаю, сын мой, знаю, и опять скрестил руки. Просто младший будет больше, чем старший, а старший будет, короче, по-другому у них все. И крестообразно благословил их. И вот точно таким жестом поднимает чашу и диск освященник. Кстати, тысячи лет прошли, а такие драгоценные детали церковь сохраняет в своем богослужении. То есть все, что есть святого в мире, все собирается вокруг богослужения, и все в нем накапливается для того, чтобы услаждать человека и исцелять. Кстати говоря, если захотите благословить детей своих, а мы должны уметь благословлять детей своих, то можно возложить на них руки крестообразно, именно вот так вот. И сказать, да благословит тебя, сынок, Господь Бог, как Ефрема и Моносии. Древнее крестообразное пророческое благословение. И это все в литургии есть, это надо все изучать, читать, дышать этим, жить этим. Все, автограф, сессия начинается. Хорошо. Подождите, я не... Книжку можно прочесть и без подписи. Вот я Достоевского читаю, у меня нет, и никого ни одного автографа от него. Зачем? Чтобы потом похвалиться, что у меня есть... Зачем? Иногда бывает, что, например, такие встречи бывают, что час говоришь с людьми, два с половиной часа черкаешь по этим книжкам свою фамилию. Зачем? Зачем это надо? Кому? Мне? Вам? Кому? Книжку купил, или подарили, или нашел, потерял, значит, это самое читай. Книжка ценная тем, что в ней написано. Я лично в этом большого, так сказать, за большой ценности не вижу. Я, конечно, подпишу. Ну, прямо такого, чтобы это было, что-то такое было, ничего в этом такого нет. Да. Сказано, 6 дней, это 10, 7 день, пол. Да. А я вот о субботе. Да. Вот субботу или работаешь, или там на даче, вот хочется услышать более конкретные доводы о посещении храма именно в субботу, потому что тяжело. Вот как бы после работы, после дачи, вот надо вот идти и все в субботу. В воскресенье, вот понятно, утром отдохнул и... Ну, смотрите, вообще, если чтить праздничный день таким ритуальным бездействием, то мы от этого избавлены. То есть от нас не требуется ритуальное бездействие ни в субботу, ни в воскресенье. Хотя по-украински воскресенье называется неделя, то есть не делать. А это прямой аналог как бы еврейского шаббата. То есть, еще раз повторяю, если речь вести о подчеркнутом ничего не делании, для того, чтобы Бога почтить, то у нас этой обязанности нет. Мы можем делать то, что необходимо, но мы должны в первую очередь решить для себя главный вопрос, насколько мы чтим Бога в делах своих. То есть, вы даже знаете как, ну, вообще седьмым днем является, безусловно, суббота, но поскольку неделя христианская литургически сдвинута на большее почитание воскресного дня, то нам вменяется в обязанность непременно быть на службе в воскресенье. Как вы проведете субботу, у вас здесь несколько вариантов. Вы можете тоже идти в храм, и это будет правильно. Вы можете отдыхать, потому что человек не имеет права работать семь дней в неделю. То есть, человек не должен работать семь дней в неделю. Шесть дней в неделю он работать должен, а если он работает семь дней в неделю, он согрешает, потому что он обязан отдыхать и переключаться обязан. Например, человек говорит, у меня нет времени например, читать, или я там что-нибудь еще там не успеваю. А где твой седьмой день? А чем заниматься в седьмой день, допустим, вот в день отдыха? Как раз книжкой, как раз общением с детьми, как раз восполнением того, что ты не успеваешь в обычные дни. Поэтому если вы шесть дней работаете, а в субботу идете на дачу и там и шачете на этой даче, то вы, по-моему, делаете не совсем то, что надо. То есть вы перерабатываете. Перерабатываете. Дайте себе отдохнуть. Вы все работы не переделаете. Человек должен выделять время для благочестивого отдыха и для переключения занятий. Впрочем, если... Кстати, еще заметьте еще следующее, что копать свой огород может быть грешно, а копать огород соседа нет. Когда у меня нет... Бердяев говорил, когда у меня нет хлеба, это моя проблема, это моя телесная проблема. А когда хлеба нет у моего ближнего, это моя нравственная проблема. То есть вы можете кому-то помогать, тогда вы будете чтить Господа. Если у вас есть по соседству старуха, которой не можете окна помыть, потому что она старуха уже ветхая, а вы взяли, например, помыли и окна, например, то вы совершили благочестивое занятие. А если вы с утра до вечера колготитесь вокруг своего собственного хозяйства, огорода, поросенка, грядки, там такое всякое такое, и у вас нет ни одного дня для отдыха, и вы даже в храм не идете из-за этого, я думаю, что вы перерабатываете. Человек не имеет права работать 7 дней в неделю. И еще один вопрос, пожалуйста. Почему князь мира сегодня, действуя через фарисеев, желал смерти Иисуса Христа? Он же, Господь, потом сошел в ад душою, и он не, как сам говорит, не имел, удержать его там не смог в аду. Он не понимал, что делал до конца, конечно. Христос перехитрил его. И у святых отцов мы находим несколько текстов, где Христос именно называется психитрецом. Даже в актоихе поется. Есть такой ирмос, где Христос называется психитрецом. Он перехитрил лукавого. Пасхальное слово Иоанна Златоустова об этом говорит. Дьявол проглотил плоть, а получил дух. Схватил человека, а природился к Богу. Он был обманут. Христос обманул того, кто нас обманул. Нас в раю змей обманул, а Христос обманул змея. И таким образом, говорит, обаваем, обавается от премудра. Значит, а почему он убить его хотел? По очень простой причине. Живущие во тьме не терпят света. Любой свет ослепляет и режет глаза тому, кто привык к тьме. И князь тьмы, конечно же, такой ослепительный свет, как Христос, терпеть не мог. Он готов был сделать все, что угодно, лишь бы этот свет потушить. На кресте ему казалось, что он потушил его. Оказалось, что он еще больше себя обманул. Здесь слава премудрости Божией, но мотивы дьявола абсолютно понятны. Любой грязный хочет, чтобы все были грязные. Любой ненавидящий свет хочет выключить источник света. Почкай, тут попросили вопрос задать. Как женщина, жена должна относиться к своему мужу, чтобы сохранить семью? То есть вот, что она должна делать? Самое главное, мне кажется, в отношениях между людьми, что мешает нам жить, это все-таки неумение правильно разговаривать друг с другом. Вот там, кто там на стороне влюбился, значит, или кто там стал лишнего выпивать, это вторичные вещи. Первичные вещи, что мы не умеем с другом разговаривать. Был такой адвокат Плевака, известнейший оратор. Однажды он выступал в качестве адвоката на судебном процессе, где муж зарезал свою жену. Конечно, его так или иначе должны были осудить, просто речь шла о смягчении приговора. И он думал, как бы смягчить приговор. А женщина, которая стала жертвой своего мужа, была чрезвычайно склочная, все это знали. Вздорная, склочная, такая вот, как говорит Соломон, как капель за окнами в дождливый день. И сварливая жена, это одно и то же. Капает, капает, капает. И вот Плевака решился защищать, как-то смягчать вину этого злодея, который все равно потом пошел на каторгу, но он на меньше срок. И он обратился к почтеннейшему судебному собранию, говорит, граждане судьи. Все ждут, что он дальше. Он молчит. Говорит, граждане судьи. Молчит. Они думают, что он, значит, граждане судьи, говорит он им, граждане судьи. Начинает, говорит, что он, с ума сошел? Что он такое? Что же? Начинает и не продолжает. Граждане судьи. И так он где-то в течение двух минут говорит, граждане судьи. Говорит, да перестаньте, что вы творите? Он говорит, вы видите, вы двух минут не потерпели меня, когда я вам грею одно и то же. А этот человек прожил с ним 20 лет. Она ему тюкала, 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 тюкала. Говорит, да вы меня бы убили через полчаса уже, значит. А он, говорит, 20 лет терпел. То есть сумел убедить таким образом судей, чтобы они понизили, так сказать, планку строгости к этому человеку, потому что довести до белого коленя можно каждого человека. Нет рыбы без кости, а человека без злости. И поэтому язык, он наносит больше всего вреда людям в семье. Есть такая древняя западная притча про воду святого Викентия. В одной семье мужчина и женщина, муж с женой, постоянно ругались между собой. И пришли к одному монаху с жалобой, вернее, женщина пришла, говорит, отче, невозможная жизнь. Я ему слово, он мне 20, я ему 45, он мне 100, я ему 1000, он мне в лоб. И вот так вот, говорит, не жизнь, это кошка с собакой. Он говорит, у нас есть такой колодец, его копал святой Викентий, такой был монах такой святой. Я тебе дам воды с колодца святого Викентия. Только, значит, он на тебя там наругался, или ты хочешь на него наругаться, отхлебывай и держи во рту, и читай ученаж про себя. Только не глотай, только держи во рту. И вот ты увидишь, говорит, она пришла через пару недель, говорит, боже, какая вода чудесная. Говорит, что он на меня, значит, начинает нападать, я водички хлебну, и, говорит, от него в сторону, и вот ченаж про себя читаю. И все, он замолкает, и я водичку проглотила, значит, все, и уже все, мир. Пейте воду святого Викентия. Меньше пилите друг другу мозги, меньше капайте друг другу на теме. Значит, это самое... Говорите друг другу добрые слова. Обнимайте и целуйте друг друга чаще, просто так, потому что вы муж и жена. Мужья дарите женам цветочки, пусть самые дешевые и полевые, но просто ради внимания. А жены оказывайте свое почтение мужу. Короче, это все древняя проблема. Мама блаженного Августина, Моника, тоже ходила всю жизнь без синяков, чему очень удивлялись ее соседки и подруги, что все они ходили с фонарями. Причем ее муж, Моники, был очень сварливый и горячий мужик, а их мужья, этих жен, были довольно покладистые по сравнению с ним. Однако они вечно с шишками ходили, она без одного синяка. И они спрашивали, в чем секрет, почему наши мужья нас колотят периодически, а твой никогда тебя не бьет. Потому что я молчу. Я молчу, я не вступаю в пререкание. Он накричит, я склонюсь, говорю, прости меня. Прости меня, я исправлюсь, прости меня. Ну и все это гасило в самом начале. Мне кажется, больше всего таких простых вещей не хватает. А уже потом все остальное, потому что когда у человека дома что-то нехорошо, он домой идти не спешит. А раз не спешит, то с друзьями зашел в наливайку, а с наливайки пришел уже на кривых лыжах, и опять крик по всему дому, и опять уже все, ну и что такое, и все. А потом какую-то бабу себе найдет, и вообще все разрушится. Все. Понимаете? Если нет мира в семье, то может быть, что хочешь. Надо, чтобы был мир в семье. А чтобы мир в семье был, надо постараться, надо быть умным человеком. Потому что вы знаете, что глупый счастливым быть не может. Чтобы быть счастливым человеком, нужно быть умным человеком. Ум нужен не для того, чтобы сделать карьеру или выиграть лотерею миллион. Ум нужен для того, чтобы быть счастливым человеком, чтобы построить обычное человеческое счастье, чтобы промолчать там, где нужно промолчать, чтобы сказать там, где нужно сказать. Надо всю жизнь этому учиться. И, конечно, здесь виноваты оба. Я не склонен, так сказать, обелять мужчин или ругать женщин, или наоборот. Конечно, у всех есть свои бзики. Но нужно изначально, выходя замуж и женясь, надо понимать, что ты входишь в соленую воду. То есть тебе надо это море переплыть, оно не такое мелкое. Надо много ума, много ума и любви. Потом я еще вам что скажу. Если это задача мини, то мы сказали про задачу минимум. А если брать задачу максимум, то нужно через каждые 5-10 лет влюбляться заново в свою собственную жену. А женщине влюбляться заново в своего собственного мужа. Во-первых, вы сильно изменились. Например, вы поженились в 22. К 32 вы уже будете совершенно другие люди. И уже многое вас поменяет. И внешне, и внутренне. Вы повзрослеете, измените что-то там в себе. А что-то, конечно, останется. Но уже можно смело будет влюбляться заново. Нельзя же всю жизнь жить на той любви, которая была когда-то в 20 лет. А в 40 лет, например, разве можешь любить, тебе уже 40, а с той любовью, которая была в 20, разве можно прожить до 40? Да нет, конечно. Нужно, чтобы любовь соответствовала возрасту. Чтобы в 40 лет ты любил тебя по 40-му, а не по 20-летнему. А в 50 лет, например, разве можно жить с той любовью, которая была, когда мы там охали на скамейке в 16 лет? Конечно, невозможно. Значит, нужно, чтобы в 50 лет была зрелая, 50-летняя любовь, то есть мы изменились, и любовь должна измениться в лучшую сторону. Нужно заново влюбляться в своих жен, в своих мужей, женам влюбляться. Но это задача максимума. Это уже вообще высший пилотаж. Потому что люди хотят влюбляться на самом деле. Знаете, что это очень приятно влюбляться. И люди хотят влюбляться всю жизнь. Некоторые влюбляются всю жизнь раз по 40 в разных людей. А надо влюбляться в ту женщину, которую ты однажды себе взял. Это, конечно, вообще филигранная задача. Это мастерская задача, так сказать, гроссмейстерская. Но она хорошая, благородная. Посмотрите на своих мужей, жены, и поймите, что это ваше счастье. Вот такое оно и есть, ваше счастье. Другого вам Бог не дал. Причем вспомните о том, что тысячи женщин не имеют никакого счастья. И ваше счастье для них за счастье. Да, у них холодные подушки, и одинокая жизнь, и никому не нужное существование. И они бы с удовольствием ваше счастье поменяли на свое несчастье. Поэтому цените своих мужей. Во-первых, мужчин меньше, чем женщин. Их на всех не хватит. Всем женщинам просто не хватает по мужчине, просто по статистике. Просто цифры, если сложить, то не хватает. Потому что на 10 девчонок по статистике, сколько там это, 9, да, да. Есть песенка такая еще такая, потому что на 10 девчонок по статистике, два голубых, значит, два сумасшедших, значит, два, три в тюрьме, значит, и два нормальных, но не женаты. Не хватает, не хватает. Почему? Это же проблемы связанные. Где наши мужчины? Конечно, хочется выйти замуж за верующего человека. Но, кстати, это тоже не бывает никогда панацеей, потому что верующие, они же не святые, они же не с неба на парашютах спустились. У них тоже есть свои проблемы, болячки, странности, грехи и прочее, прочее. Поэтому всякое бывает. Но в любом случае, гляньте мужья на жен своих. Вот ваша, вот подруга юности твоей. Вот, значит, это все, это твоя мера. Как говорил в книге Тавита, описывается молитва перед брачной ночью, как Товия говорил. Вот, Господи, я беру себе сию сестру мою поистине, для, значит, как жену, а не для похоти, а как жену, и благоволи же помиловать нас, и дай нам состариться вместе. То есть такая просьба такую произнес перед брачной ночью. И оба мирно спали в эту ночь, говорится дальше. Значит, состариться тоже надо вместе, так, чтобы на старости лет, значит, не отчебучить ничего, значит, не влюбиться в какую-то молоденькую, там, и так далее. Это куча, это жизнь тяжелая штука, значит, но надо быть умным человеком, чтобы хоть что-то правильно сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok